В библейской школе на первом этаже у церкви прославление. И мы учили там тоже евангелизму. И везде, где я езжу по всему миру, я учу о евангелизации, о евангелизме. И, естественно, я сфокусирован на евангелизации еврейского народа, но это очень похоже так же, как и достижения других народов. И куда бы я ни шел, если я чувствую, что я делюсь только знаниями, я понимаю, что этого недостаточно. Я верю, что идет импортация, идет деление от Духа Святого даже в момент учения. Потому что помазание Божье, оно трансформируемо, оно передается через разные источники. И мы знаем, что Моисей возлагал руки на 70 старейшин и передавал им свое помазание, так что оно переходит от одного к другим. И Новый Завет тоже нам говорит о возложении рук. И апостол Павел говорит, возогревайте дары, которые уже в вас. И есть два аспекта, когда мы делимся вопросом о дарах. Павел говорит, возогревайте те дары, которые уже в вас. Но также говорится в Писании о том, чтобы мы принимали дары в тот момент, когда на нас возлагают руки. И мне тяжело говорить об этом предмете. Я сейчас расскажу, почему. И почему мне сложно? Потому что я ничем не отличаюсь от вас. Я точно такой же, как и вы. И кто я такой, чтобы Бог через меня это делал? Я просто человек. Но, с другой стороны, это реальность, которую Бог использует нас как людей. Бог мне дал особое помазание, особый дар достигать потерянных людей. Дар евангелизации дал, дар евангелиста. И я призван возбуждать, возогревать это помазание. И где-то примерно шесть недель назад что-то очень интересное произошло. Я надеюсь, что после того, как вы выслушаете историю, это даже поможет вам снарядиться, получить часть снаряжения. Потому что я думаю, что все мы приобретаем опыт, даже слушая истории, такие, как у него произошла. Потому что вы сейчас услышите о принципе, которые были в взаимодействии, ну, которые были проявлены в действии. И до того, как я перейду к самой истории, я хочу закончить свою мысль. И мы закончим завтра вечером. И мы закончим завтра вечером. Мы увидим, как это происходит, но в least в последний час, в least в последний час, я хочу попросить за вас и положить руки на вас. Но я хочу, по крайней мере, последний час наших уроков завтрашнего дня посвятить тому, чтобы возлагать руки и молиться за вас. Я не хочу, чтобы вы оставили этот класс, просто получив новые знания, просто ушли отсюда, и это никак не изменит ваши жизни. Я хочу, чтобы вы получили больше. Я хочу, чтобы в конце этого класса вы получили что-то такое, что никто не мог бы уже забрать от вас, отнять у вас, и то, чего у вас еще до этого не было. И это, я считаю, что я могу поделиться частью помазания на это служение, на евангелизацию. Я получил эту цель, это призвание от пастыря с церкви Гетвей в Далласе. Там был один профессор, у которого был рак, и он не знал, сколько ему осталось. Он был неверующий, его дочка была верующая, и он находился в больнице. И молодой еврейский пастырь из служения еврейского в церкви Гетвей свидетельствовал ему, и дочка сама свидетельствовала своему отцу. Но он все еще не пришел к вере. И я получил это приглашение, это звонок о том, что Джеффри мог бы приехать, это час езды от тебя, мог бы приехать и посетить этого человека в больнице. И я знаю, что это был призыв от Бога, я просто знаю это. Это не был просто звонок от человека другого, это был призыв от Господа. И, зная, что у меня есть это помазание, они как к духовной скорой помощи обращаются ко мне. Я не говорю это, не делюсь это, потому что я гордый, поймите меня правильно. Но бывают такие сложные ситуации, когда никто не может из них справиться, и они звонят мне и просят о помощи. И это просто помазание, которое действует во мне, и это особый дар, который Бог дал. И если быть честным с вами, то это не самая легкая вещь, которую ты несешь по жизни. То есть это достаточно тяжело бывает местами. Я даже не могу сказать вам, какое сравнение можно привести, даже на ум сейчас не приходит. Но в американской армии у нас есть отделение, которое называется спецвойска. И у них есть всегда только особые, исключительные задания, которые им даются. И они просто приходят в сложную ситуацию, выполняют свою задачу и уходят. Эти войска были задействованы, например, чтобы похитить лидера, который занимался химическим оружием и готовил страшные вещи. Это очень серьезное дело, потому что это всегда стоит вопрос жизни и смерти. И в нашем случае это тоже серьезное дело, потому что это вопрос жизни и смерти, рая и ада. И я, как вот эти спецвойска, меня иногда зовут просто для того, чтобы выполнить какую-то сложную ситуацию в сложном месте со сложными людьми. И, ну, если бы я не слушался, то это было бы плохо. Поэтому я стараюсь слушаться, когда идет Божий такой призыв. И когда я ехал в больницу навестить этого человека, я внутренне понимал, что сейчас его душа просто на грани, она балансирует. Я знал через Дух Святой, что ему осталось очень-очень короткий отрезочек времени для жизни. И я увидел видение об этом человеке, что он идет под водопадом, который тысячу фитов, это просто больше трехсот, наверное, метров. Водопад такой высокий изливается, и он там находится, в районе этой глубокой реки и водопада. И моя задача была построить мост для него, чтобы он не упал с этого водопада вглубь бушующей реки, а чтобы он по этому мосту мог подняться на небеса. И это был очень хорошо образованный еврейский человек. И он слышал все об Иисусе, все аргументы, все места Писания, и все, кто мог, ему уже свидетельствовали. Он знал предостаточно информации, и уже говорить что-то новое просто не было смысла для него. У него были академические знания о Иисусе, теологические, хотите, такие просто знания снаружи о Мессии всесторонней. И один мессианский теолог, ученый, который знал все места Писания о Ишуа. Но, когда он действительно приходит, он должен делать, что будет работать, чтобы победить кого-то к Богу, что-то не нужно. Пожалуйста, это не достаточно, чтобы вы давали людям при евангелизации просто академические данные, академические факты и информацию о Иисусе как знания. И его дочь, кстати, очень умная, образованная еврейская девушка, которая поверила в Мессию, она хороший учитель, она много академических знаний имеет про Бога, о Боге. И она говорила о том, что она рассказывала ему всю теологию, она рассказывала ему все знания, какие только у нее есть, она делилась с ним о том, кто такой Иисус со всех сторон, как только могла. И я сказал, это замечательно, но ты же понимаешь, что хорошее учение не приведет человека на небеса. И картину, которую я хочу вам нарисовать, чтобы вы запомнили, я хочу, чтобы вы представили себе, этот потерянный человек идет по направлению к бушующему водопаду. Я не знаю, видели ли вы Ниагарский водопад, но вот этот водопад в Ведении был очень похож на Ниагарский. Ниагарский водопад находится на канадско-американской границе. И он очень крутой, такой резкий обрыв идет, и очень много людей погибло, упав оттуда. И вот этот человек в моем видении, он был на грани, он был на краю, он был готов уже упасть. И я осознал, что у меня будет окно где-то в минут 20 для того, чтобы привести его к Господу. И ему было или около 80, или 80, и еще чуть-чуть. И получается, вот такой уже взрослый человек стоит на грани того, чтобы за 20 минут принять решение, где он будет проходить всю вечность. Просто представьте себе разницу между 20 минутами, когда тебе надо принять решение, и всей вечностью. И груз ответственности, который лежал на мне, он был просто огромен. Но я знал, что для вот этих 20 минут Бог даст мне достаточно благодати. И Бог мне сказал, скажи ему, я мост на небеса. И скажи ему, что перед тем, как он пойдет на небеса, перед тем, как он умрет, ему надо произнести просто призыв во имя Ишуа в своей жизни, и все. И поверьте мне, делиться вот такими простыми вещами с теми, кто академический, умный, образованный, интеллектуальный человек, очень тяжело. Я уверен, что кто-то из вас знает похожих людей здесь в Одессе, интеллектуалов, образованных. Я знаю, что в вашей культуре, в вашей стране образованию уделяется большое внимание, так же, как и в еврейской культуре. И кто-то из вас знает, поднимите руки, кто знает такого интеллектуала, страшно образованного человека, и вам тяжело с ним делиться в Евангелии. Вы многие знаете таких людей. И вот, что здесь и считается важным. И я осознавал, что академически, чисто интеллектуально, образованностью, я не возьму его, я ничем не смогу удивить его. Не важно, кто вы, не важно, как идеально вы разбираетесь в Писании, не важно, как много вы знаете, не важно, как сильно вы образованы, всегда найдется кто-то, кто умнее вас, кто образованнее вас, кто начитаннее вас. Если наш интеллект пытается, так сказать, победить, побороть чей-то другой интеллект, это там вопрос, просто игра гордости и все. Каждый, кто встречался с этим человеком, сделали свою работу, делали ее замечательно, делились максимально хорошо, как могли, но так и не привели этого человека к спасению. И даже его дочь осознала, что надо позвать меня, согласилась, чтобы я приехал, и я знал, что то, чем я буду делиться с ее отцом, даже ей будет тяжело, как интеллектуально умному человеку, принимать. Я сказал, послушай, у меня есть всего 20 минут с твоим отцом, и я буду с ним очень прям. И если тебе тяжело будет находиться внутри и слушать то, что я буду говорить, я готов с ним остаться наедине, ты можешь выйти. И я попросил ее просто, давай ты не будешь вообще вмешиваться, позволь мне делать то, что я буду делать. Это выглядит так, как будто тебе надо операция на мозге, и ты зовешь того, кто делает в Макдональдсе гамбургеры, для того, чтобы он провел эту операцию на мозге. Я мог бы сделать бургер в Макдональдсе, но вряд ли я сделал бы операцию на мозге. И хорошо знать свою специальность. Ты продавец бургеров в Макдональдсе, делаешь их, или ты хирург, нейрохирург. Это не означает, что один лучше другого, это означает, что вы должны знать свое призвание, к чему вы призваны, и к чему у вас есть талант. Другими словами, знайте свою роль, знайте свою цель, к чему вас Бог призывает в жизни спасения других людей. Я помолился с его дочкой, я видел, что она нервничала. Она нервничала, чтобы не обидеть, не потерять своего отца. Он был на пороге смерти, она все еще боялась обидеть его. И я знал это, и чувствовала это, поэтому это тоже добавляло сложности в эту ситуацию. Его звали Ронни. И Ронни так звали моего отца. И мой отец тоже умер от такого же вида рака. Он не профессор был, но тоже такой бриллиантовый мозг имел, умный человек был. И я также привел своего отца к Господу за час до смерти на его смертном одре. И Бог меня побудил относиться к этому человеку так же, как к моему отцу. И я поделился просто с ним тем, что Господь мне показал. И я сказал ему, когда я молился за тебя, о чем с тобой делиться, Иешуа мне сказал, что он мост на небеса для тебя, и я это тебе говорю. И я сказал ему, если ты не запомнишь ничего из того, что я с тобой поделюсь сегодня. И я сказал ему, если ты чувствуешь, что ты засыпаешь и умираешь, если ты чувствуешь, что ты уходишь из этой земли, просто единственное, что тебе остается сделать, это кричать имя Иешуа, взывать к имени Иешуа. Потому что Писание говорит, кто призовет имя Господне, тот спасется. И это можно назвать такой спасательной операцией из огня ада. Когда я говорил ему это, он закрыл свои глаза, но я знал, что он слышит меня. И он вдруг начал дышать очень тяжело, так как будто ему с трудом давался каждый вздох. И мой разум кричал мне, оставь этого человека в покое, дай ему умереть спокойно. Все, ты прицепился к нему. Ты его сейчас просто от инфаркта умрет, от твоих слов. Я сказал ему, что я тебе говорю то же, что говорил своему отцу. Я тебе говорю, что если ты чувствуешь, что ты покидаешь свое тело, просто призывай имя Иешуа. И это соотносится с местным писанием Римлянам 10.9, где говорится, что всякий призывающее имя Господне спасется. Иногда просто нету достаточно времени для того, чтобы человеку объяснить все четыре ступеньки для шага спасения, все пункты и возможности. Иногда это просто момент бросить спасательный жилет человеку. И вы должны научиться распознавать, в каком времени вы находитесь, когда свидетельствуете. И я ему сказал, если ты чувствуешь, что ты покидаешь землю, не забудь призвать просто имя Иешуа. И он начал глубоко тяжело дышать. У него были большие голубые глаза, и его глаза были закрыты. И внезапно его глаза открылись, просто наполненные страхом. И он посмотрел на свою дочь. И он говорит, я что, уже покидаю этот мир? И он внезапно столкнулся с реальностью вечности. Он увидел реальность вечности. что его жизнь, все, она закончена, и что сейчас он пойдет в вечность. И в конце своего времени он столкнулся с реальностью вечности. Но я успел ему очень легко, очень просто дать основные направляющие, как перейти из этой, конца этой земной жизни в вечность. у меня не было времени поделиться всеми пророчествами и всеми важными вещами. И его дочь была там, и она тоже слушала. И она в конце дня была готова сказать ему прощай. и оставить его одного. И она тоже ему сказала, папа, не забудь призвать имя Ишуа, если ты чувствуешь, что уходишь. И он сказал ей, доченька, завтра увидимся. И она сказала, хорошо, папа, увидимся завтра, но если что, просто не забудь призвать имя Ишуа. И она спросила его, папа, что ты сделаешь, когда ты почувствуешь, что ты уходишь? He said, Yeshua, Yeshua, it is well. It is well. Don't get this wrong, because this is very important. Okay, what does it mean, it is well? Well, let me explain to you before you translate. Okay. Okay, so he repeated the name of Yeshua, because that's the answer, and it is well, you know, there's a very, very famous hymn called, It is well with my soul. It is well with my soul. A very famous hymn. We don't have this hymn. Okay, well, let me explain to you. So, in other words, he knew what to do to give his heart to Yeshua. He said, It is well. In other words, it's okay. I know what to do. Many people had done their role. They'd shared the scriptures with him. They'd shared the prophecies. They've done everything that could be done, but he still, they'd all played their part to plant the seeds, and it's all important. About 24 hours later, he was with the Lord. He passed away. Here's what I want you to remember through this illustration. This happened only about six weeks ago. Это произошло всего шесть недель назад, и вот что я хочу, чтобы вы запомнили через эту иллюстрацию. When you are involved in evangelism, in this case, Jewish evangelism, of course, it applies to anybody, but when you're involved in evangelism, когда вы вовлечены в евангелизм, в евангелизацию еврейского населения, понятно, что это может касаться любого, любой национальности, но если мы говорим про евреев, вы призваны быть вот этими Божьими спецвойсками. You have a very specific mind of time to witness to somebody. У вас есть особое время, и оно короткое, чтобы донести свою роль, сыграть ее, и выполнить то, что Бог вас призывает. And you are dealing with eternity. You're dealing with heaven and hell. И вы разбираетесь с вечностью, вы решаете вопрос рая и ада, вы решаете вопрос жизни и смерти, вечности. Для меня самое лучшее объяснение, описание, что такое евангелизм, некоторые по-настоящему призваны в евангелизм как в служение. They have a permanent awareness of eternity. У них есть уверенность и обоснованность в вечности. У них есть стопроцентная уверенность в вечности. Не все из нас призваны именно в служение евангелиста как в служение, но каждый из нас призван евангелизировать. Когда вы призваны в служение евангелиста, тогда вы смотрите, вы будете смотреть на людей совершенно по-другому, чем все другие на них смотрят. Даже верующие смотрят не так, как этот дар смотрит на людей. Я, например, очень расслаблен и наполнен Божьим миром, потому что я знаю, что я делаю. Но у меня есть постоянное чувство с кем бы и чувство такой внимательности, с кем бы я не общался в тот момент. У меня есть вот это чувствование, внимательность такая, что с кем бы я ни говорил, у этого человека решается, может решиться вопрос, где он проведет свою вечность. И есть две вещи, которые вы должны делать как евангелист. И это касается абсолютно всех, кто евангелизирует, не обязательно, если у вас есть служение евангелиста для этого. у нас есть две основных ответственности. Слушать человека, которого мы хотим привести ко Христу, и слушать Дух Святой. евангелизация, и особенно если мы говорим о евангелизации один на один, когда мы лично общаемся с человеком, то два этих аспекта очень важны. Когда я говорю евангелизм, наверное, многие из вас представляют себе кого-то стоящего на сцене, и который проповедует толпе. Но большинство евангелизаций происходит один на один в нашей ежедневной жизни постоянно. может быть у вас будет 10-20 минут с водителем такси. Может быть вы сидите в очереди к зубному, и кто-то сидит рядом с вами. Может быть вы в автобусе, или в поезде, или в других разных местах и обстоятельствах. Но мы забываем о том, что вот эти сотни людей, которые проходят через нашу жизнь, Бог их посылает в нашу жизнь, чтобы мы могли поделиться с ними словом света. И когда я в те моменты, когда я не путешествую по миру или по Америке, я работаю таксистом. И когда ко мне садятся пассажиры, и я их везу куда-то, со мной делятся такими вещами, которые даже своим женам не рассказывают. Люди начинают просто изливать свои сердца, и иногда я жалею, что у меня с собой нет диктофона позаписывать эти истории. Но за эти 5, 10, иногда 20, 30 минут у меня есть вот это короткое окно возможности поделиться светом для них. И у меня был пассажир где-то 2 месяца назад, он был из Ирана. Он приехал впервые в Америку. И я ощутил, что он мусульманин. Это просто чувствуется. Я это сразу понял. И это не суждение, это развлечение. И я различил это. Когда некоторые говорят про мусульман, они говорят о духе таком особом. И это не дух святой, это другой дух, который там действует. В тот момент я понял, различил, что он мусульманин. И я сказал ему, как ему Америка расслесил, как ему нравится здесь или нет. Я слушал то, что он говорит, и также слушал дух святой. И каким-то образом наш диалог, наш разговор затронул тему религий. Бог дал мне мудрость не делать это явным путем, чтобы он не понял, что именно это моя цель. И он мне сказал кое-что интересное, что открыло мои глаза, и я увидел, как он думает. Он сказал, что когда человек плохой, и он потом входит в какую-то религию, он остается плохим, и уже становится плохим, но верующим. И если добрый и хороший человек кается, то тогда он и остается и добрым, и религиозным, и хорошим верующим. То, что он пытался мне объяснить, это что, неважно, добрый или плохой человек включается в религию, религия не меняет его сущность, и он остается таким, как он был. И я мгновенно понял, что он говорит о исламе. Потому что ислам не меняет сердца, он не меняет никого. Ну, с одной стороны, он может поменять, только сделать может в худшую сторону. Но он никак не делает их лучше. Я задал ему вопрос, скажи, вот эти верующие, которые вот хорошие и плохие и стали религиозные, о ком ты говоришь, они христиане или мусульмане? И он сказал, что они мусульмане были, и я уже знал этот ответ, потому что мне Дух Святой сказал его. Потому что он не знал и не был знаком ни с кем из христиан и кто знал Иисуса. И я сказал ему, я хочу, чтобы ты кое-что знал. Я сказал, что если люди были плохими, но они приняли Иисуса, после этого они меняются и становятся хорошими. Они не становятся совершенными, они не становятся идеальными, но они становятся лучшими людьми и более хорошими. Я не говорил с ним о христианстве и ни о чем таком. Я говорил о личности Иисуса и как эта личность Иисус может поменять, повлиять на человека. И он был очень шокирован. Он сказал, он был шокирован и он сказал, это правда? Так происходит? И он сто процентов никогда не забудет то, что я ему сказал. то есть я слышал его как человека и я был внимателен и слышал Дух Святой, когда он мне говорил. Я знаю, когда быть безмолвным и когда говорить. И эти обе части, они важны. И иногда молчать более важно. но когда вы говорите кому-то, пусть это будут слова жизни, которые несут жизни, свет для кого-то. И сейчас у нас будет перерыв. И у нас 10 минут перерыв. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok